Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с каббалистом Михаил Майдман. Добрый день. Вы помните фильм «Берегись автомобиля»? Юрий Деточкин воровал машины, продавал их и вырученные деньги отдавал в дом сирот. Полностью, до копейки еще там считал, чтобы все... Он говорит, это мои командировочные, а вот это вот я все деньги отдаю вырученные в дом сирот. А машина воровал. Чему я это все говорю? Вот символично поступили издатели Библии нацизма, Майнкампф, в Бостоне. Значит, заявил, что все вырученные от продажи переизданной версии книги «Деньги» пойдут в Бостонский фонд помощи жертвам Холокоста. Еще, вот сказано было, после консультации с Еврейской Федерацией Бостона, издательский дом пришел к решению передать все средства еврейскому фонду, там, Jewish Family, такому-то, что поможет в поддержке медицинских социальных потребностей, переживших шоа. Вот как вам вот эта вот новость? Новость, конечно, которая выворачивает меня изнутри и такой рвотный рефлекс вызывает. Да, где мы живем, в каком мире? То, что они хотят показать, что они это издают в воспитательных целях. Да, финт так. Да, и что от денег евреи никогда не отказываются. И согласны принять. Да, конечно. Вы в данном случае думаете о евреях или об издателях? Вот мне интересно. Я не представляю вообще проблем иных, кроме как издателей, которые хотели бы таким образом себя... Обелить? ...каким-то образом обелить, конечно. Оправдать. Даже показать, что они это делают вместо других, которые бы этого не сделали. Так что Гитлер помогает жертвам Холокоста. Я-то думаю о евреях больше. Вот евреи, как они могут принять вот это вот, знаете... Как они могут принять, меня это сегодня уже вообще не поражает. После того, как они могут спокойно реагировать на то, что делается в Америке, поставить в два раза один за другим Обаму во главе государства, который напустил за свое правление миллионы мусульман, причем крайних мусульман в Америку, сделали для себя практически конец своей жизни. И сейчас еще будут голосовать, конечно, за Клинтон. И голосуют против Израиля, против своего единственного места, где они могут быть, может быть, еще спастись в будущем, недалеком будущем. Меня это уже не удивляет. Они потеряли абсолютно ощущение реальности, что происходит. Они думают, что они как-то откупятся. Так же, как евреи Европы, которые думали, что откупятся от Гитлера. То есть вся проблема только в том, что, а где же запасной выход? Вот об этом они не думают. Вот то, что отрезается у них совершенно, ощущение того, что им необходимо место, необходимо убежище. И это убежище единственное в мире, это только в Израиле. Этого у них ощущения нет. И они готовы сделать все, что угодно, чтобы это место и пропало. Если оно им не надо, то пускай не существует. То есть это мировой холокост, то, что они себе готовят. И это на самом деле так. Потому что следующее общественное и государственное образование, они будут нацистскими. Они будут абсолютно антисемитскими. Так что очередная слепота евреев, и, может быть, она в итоге, в конечном, после следующего холокоста, приведет их, в конце концов, к правильному решению. Субтитры создавал DimaTorzok